Мечтаете разгадать тайны морских глубин и отыскать зловещих чудовищ на дне океана? Тогда скорее спешите в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за книгами о жителях подводного царства. Книга Лоры Уэйд «Загадки моря» отлично иллюстрирована и подойдет тем, кто хочет найти множество увлекательных фактов, узнать, что скрывают глубины океана, кто живет в коралловых рифах и какие существуют морские легенды. Так, например, в глубоком океане можно встретить множество удивительных и загадочных живых существ – рыбу-гадюку, угря или глубоководного удильщика. Иногда создается впечатление, что эти подводные обитатели вышли из фильма ужасов. Существует множество легенд о гигантских осьминогах – кракенах, которые с легкостью переворачивали корабли. Иные утверждают, что в морях можно встретить русалку с ребенком на руках. А кто-то верит в летучего голландца – корабль-призрак, который то и дело приносит несчастье мореплавателям. Коралловый риф поражает людей яркими красками и производит впечатление подводного сказочного королевства, где поселились морские ангелы, рыбы-клоуны и попугаи. Обо всем этом читайте на страницах книги Лоры Уэйт «Загадки моря». Здесь же вы найдете информацию о сбережении морских ресурсов, о том, что ждет моря и океаны в будущем и какую пользу может принести море человеку. Энциклопедия «Мир моря» издательства «Махаон» расскажет о том, как появились моря и океаны на планете Земля, как менялось их расположение в процессе движения континентов и кого можно считать первыми морскими обитателями. Автор увлекательно повествует о древних рыбах – стетокантусах и латимериях. Знакомить читателя с ихтиозаврами и элосмозаврами, что стали предшественниками земноводных животных, не остаются без внимания и зубастые морские хищники – кошелоты, нарвалы и белухи. Так, например, кошелоты защищаются с помощью своего хвоста. Нарвалы могут чувствовать бивнем химический состав воды. А белухи получили прозвище «Морские канарейки» – защелканье и щебетания, похожие на птичьи трели. Несколько глав посвящены морским раковинам и обитающим в них моллюскам. Оказывается, моллюсков считают санитарами моря. Они ежедневно пропускают через себя от 80 до 400 литров морской воды. Множество полезной и интересной информации найдут для себя юные ихтиологи в детской энциклопедии «Мир моря». Где произрастают гигантские водоросли? Какие украшения можно отыскать на морском дне? Кого называют иглокожими красотками? Возьмите книгу и узнаете. Петра Даймер приглашает нас познакомиться с миром китообразных в своей книге «Дельфины и киты». Книга вышла в серии «Что? Кто? Где?». Откуда произошли эти гигантские животные? Как они плавают и чем питаются? Почему мигрируют и предпочитают жить группами? Всего в мире насчитывается около 80 видов китообразных, которых ученые разделили на две большие группы – усатых и зубатых. Они схожи с строением тела, наличием боковых плавников и дыхательного отверстия на темени, однако отличаются устройством системы пищеварения. Зубатые киты питаются рыбой и головоногими моллюсками, в то время как усатые имеют в ротовой полости специальные усы, позволяющие процеживать морскую воду и отфильтровывать из нее мелких ракообразных. Часть книги посвящена дельфинам, одним из умнейших млекопитающих. Дельфины прославились тем, что имеют мозг, очень похожий на человеческий. Некоторые ученые уверены, что эти животные обладают интеллектом. Они общаются с помощью сложной системы акустических сигналов и поддаются дрессировке. Почему океанариумы, хоть и выглядят весело и безобидно, все-таки наносят вред китообразным? Какие организации следят за численностью и оберегают китов? Узнайте об этом, взяв в руки книгу Петры Даймер «Дельфины и киты». В фонде библиотеки есть еще одна книга, посвященная китам и дельфинам. Ее автор Сюзанна Дэвидсон. Это издание отлично подходит для младших школьников, так как содержит краткую и интересную информацию. Живые яркие фотографии украшают страницы издания и привлекают внимание школьника. Юные любознайки прочитают о том, как устроено тело китообразных, что позволяет морским животным хорошо плавать и долго находиться под водой. В книге есть информация о китовых миграциях, способах добычи пищи и особенностях создания семьи. Энциклопедия широко раскрывает видовое разнообразие китов и дельфинов. Так, например, к арктическим китам относятся поющие белухи и рогатые нарвалы. Группу глубоководных китов наполняют кашалоты и клюворылые киты. Гладкие и серые киты являются усатыми и самыми активными среди китообразных. Если вам не терпится узнать, какие виды китов опасны для человека, для чего речному дельфину волоски на клюве, и кто из китообразных использует свой хвост в качестве оружия, то спешите в библиотеку за книгой Сюзанны Дэвидса «Киты и дельфины». Для тех, кто хочет пополнить свои знания о таинственных обитателях моря, рекомендуем книгу Александра Тихонова «Кто в море живет». Книга вышла в серии «Почемучки обо всем на свете». Ее можно почитать даже с дошколятами. На страницах энциклопедии маленьких любознаек ждет встреча с самыми необычными жителями морских глубин – раком-богомолом, рыбой-напильником и морским звездочетом. Почему рыба-губан получила к своему имени приставку «Наполеон»? Где живут хищные мурены? Как улитки-бочонки охотятся на морских ежей и других иглокожих? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах книги. Книга содержит информацию не только о рыбах и разнообразных моллюсках. В ней есть интересные факты о млекопитающих морского побережья, рептилиях и птицах. Так птенцы-майовки в первую неделю жизни неподвижно лежат в гнезде. Чулень-хохлач умеет показывать фокусы, надувая своеобразный мяч на голове. А морские черепахи откладывают яйца на песчаных пляжах островов и побережьей. Еще больше забавных научных фактов о рыбках и не только ищите в книге Александра Тихонова «Кто в море живет». Почитателям литературы советского периода предлагаем книгу Николая Сладкова «Рыбы. Ихтеология в картинках». Натуралистичные и яркие иллюстрации без сомнения привлекут внимание младшего школьника, а просто изложенная информация станет подспорьем в изучении жителей подводного царства. Мальчишки и девчонки смогут узнать, как живут и передвигаются различные виды рыб, какие имеют отличительные особенности. Так, например, донная рыба камбала обладает способностью принимать окраску той поверхности, на которой находится. И это явление называется мимикрия. А рыбы-прыгуны умеют скакать, как кузнечики, отталкиваясь хвостом. Рыбу-парусника можно узнать по большому спинному плавнику, а кубического кузовка – по особой форме тела. Оказывается, чем глубже погружаешься в море, тем становится темней. На глубине есть так называемое царство вечной ночи, о котором увлекательно повествует автор книги. Вы узнаете о маленьких пещерных рыбках, о банчоусах и мешкотеле. Глубоководные обитатели часто имеют цветящиеся элементы, которые позволяют различать друг друга в темноте, охотиться и отпугивать хищников. Если вы никогда не слышали о голубом патруле и рыбах-путешественниках, книга Николая Сладкова «Рыбы. Их теология в картинках» специально для вас. Еще одна книга, которую мы рекомендуем к прочтению, это детская энциклопедия Маргарет Хайнс «Моря и океаны». На ее страницах вы прочтете о том, как формировались моря и океаны на планете Земля и как там зарождалась жизнь. Автор расскажет о коралловых рифах и их ярких обитателях, крылатке зебри, королевской рыбе-ангеле и рыбках-клоунах. Любителям пощекотать нервы предстоит знакомство с глубоководными чудовищами в зоне вечной темноты и опасными рыбами-хищниками. Интересен тот факт, что существует необычная профессия – морской археолог. Эти люди занимаются поиском затонувших кораблей и цивилизаций, достают из воды артефакты, позволяющие изучать историю. Если вам близка идея кладоискательства, скорее берите в руку книгу Маргарет Хайнс «Моря и океаны». Вы не только узнаете о самых необычных подводных находках, но и ознакомитесь с устройством жемчужных и рыборазводных ферм. Откуда в океане электроэнергия? Какие полезные химические соединения можно отыскать на морском дне? Что такое костюм драгера? Открывайте энциклопедию и прочтите первыми. Эти и другие книги о морях и океанах ждут вас при вокзальной детской библиотеке номер 8. Приходите искать свою книгу, а мы с удовольствием вам поможем в этом нелегком, но увлекательном процессе. Редактор субтитров А.Семкин